Здравствуйте дорогие друзья! С вами Мишнева Елена. Рада вас приветствовать. И рада тому, что в очередной раз могу сплотить наши ряды вокруг чего-нибудь интересненького. Сегодня будем знакомиться с медью, одним из прекрасных поделочных металлов, которые частенько попадаются к нам в виде украшений. Медь обрамляют полудрагоценные камни, делают изящные ювелирные произведения искусства и не пренебрегают медью только потому, что она до серебра и золота ценовой политики не дотянула. Однако вспомним наше детство босоногое, говорю уже это третий раз. Почитаем сегодня про медь и напоминаю, что я могла бы пересказать, но тогда в процессе пересказа часть информации могла бы быть утерянной. Такие вещи лучше зачитывать. Сегодня рассказ про медь, которая сменила когда-то камень, и вместо каменного века возник, так сказать, медный век в истории человечества. Впрочем, загадывать не будем, почитаем все от души. Ну а вам, дорогие мои друзья, лишней информации не будет однозначно, поскольку это ходовой металл, с которым мы сталкиваемся практически ежедневно. Да что там говорить. Вот у меня на руке медное колечко, талисман из Индии, который я привезла. Вот у меня медный браслет, который мне дети привезли из Африкия после своего африканского путешествия. Так что, если только на одной левой руке я насчитала два предмета из медиа, то если вы поднапряжетесь, и вам предостаточно предметов может оказаться весьма знакомым. С медиа также производят некоторые сплавы. Латунь, всем известная, бронза. Достаточно тяжелая для ювелирных изделий, но зато не превзойденная в плане отливки. Ну что ж, предлюдие было сказано, а теперь непосредственно к ченнине. Итак, сменившая камень. В начале 50-х годов английский археолог Джеймс Меллард проводил раскопки в Анатолийском плоскогорье в Турции. Находок оказалось немало, и ученый решил прекратить поиски. Покидая Анталию. Меллард не знал, вернется ли он сюда когда-нибудь. И уж, конечно, он не мог и предположить, что спустя всего несколько лет ему суждено именно здесь, в Анатолии, совершить открытие, которое специалисты расценят как сенсацию мировой археологии. Все же нет, нет, да и всплывали в памяти археолога два больших холма в долине реки Кондия, до которых у него так и не дошли руки. Что-то заставляло его мысленно возвращаться туда, где среди солончаковых степей выселись эти холмы, выносившие название Чалак Хьююк. И вот осенью 1958 года Меллард снова приехал сюда и вместе с коллегами приступил к раскопкам восточного холма Чатал Хьююка. И что же? Находки посыпались одна с другой. Холм словно торопился расстаться со своей тайной, которую ему пришлось хранить долгие столетия. Оказалось, что когда-то здесь находилось поселение древних земледельцев и скотоводов. Радиоуглеродный анализ позволил определить время существования этого поселения. Примерно 6500-5700 годы до нашей эры. В 8,5 тысячелетии, 100 лет почтенный возраст Чатал Хьююка не мог не вызвать огромного интереса к этому памятнику неолитической эпохи. Вскоре археологи развернули здесь систематические работы, и фортуна не заставила себя долго ждать. Были найдены неплохо сохранившиеся хижины, домашние очаги, предметы обихода. Щедрым оказался Чатал Хьююк и на произведения искусства древних мастеров. На стены цветные фрески, барельефы, издяющие статуэтки, керамические изделия. Но все же наибольшую ценность, пожалуй, имели они те маленькие медные вещицы, найденные на одном из самых нижних, а значит, из самых ранних горизонтах раскопок. Это были мелкие шильца, крохотные бусинки и трубочки, служившие украшениями для женской одежды. Ведь и необзрачные ноги, окислившиеся и позеленевшие крупицы меди, были древнейшими на тот момент металлическими изделиями, которые удалось найти на нашей планете. Поначалу Миллиард предложил и предположил, что медь, послужившая здешним жителям, материалом для поделок, имела самородное происхождение. Но Читал Хьююк приготовил археологам и историкам металлургии еще один сюрприз. Рабочие, проводившие раскопки, натолкнулись в тех же нижних слоях на кусок меди плавильного шлака. Стал быть, мастера Читал Хьююка умели не только обрабатывать самородную медь, но и выплавлять из металла, а металл добавляли из руды. Это открытие имело огромное значение для науки. И хотя вскоре после описанных событий к востоку, от Каннийской долины верховьях реки Тигр, группа американских и турецких археологов нашла остатки древнего поселения со следами меди и медной руды, которая оказалась примерно на пять веков старше Читал Хьююка, именно этот угорбый холм Анатолийского плоскогорья, отодвинувший чуть ли не на три тысячи тысячелетия вглубь времен предполагаемых границ возникновения на земле металлургии, вошел в историю археологии как один из самых замечательных объектов с ее страниц. Почему именно медь стала первым металлом, оказавшимся в руках человека? Почему ей было суждено сыграть столь важную роль в развитии человеческого общества? Вместе с золотом, серебром, железом, оловом, свинцом и ртутной массой медь входит в великолепную семерку металлов, известных всем людям с незапамятных времен. Из этих семи древнейших металлов лишь три золота, серебро и медь встречаются на земле в самородном состоянии. Но золото и серебро попадались нашим предкам довольно редко, а медь значительно чаще, причем иногда в виде весьма солидных самородков. Так в середине прошлого века в районе Великих гор Северной Америки был найден с росток крупных медных глыб массой примерно 400 тонн. На поверхности металла сохранились следы каменных топоров, с помощью которых еще во времена неолита человек отбивал от глыбы кусок меди, чтобы использовать ее в своих целях. А нужда в этом металле была, и была немалая. Преимущество меди перед камнем в качестве материала для орудий труда, оружия, предметов, быта оказалось столь очевидным, что древний земледелец, скотовод или охотник не смогли его ничем заменить. Еще бы, металл их сравнительно легко менял форму, его можно было сплющить, заострить края, проделывать в нем отверстия. Медь начала теснить позиции камня и вскоре прочно вошла в жизнь первобытных людей. Каменный век сделал полномочия свои устаревшим и передал их эпохе меди. Постепенно накапливался опыт обработки меди. Человек достиг в этом деле заметных успехов, о чем говорят дошедшие до нас медные изделия древних мастеров. В гробнице одного из египетских фараонов, живших примерно в середине 3-го тысячелетия до н.э., был найден большой котел, изготовленный из листа расплющенной меди. Вслед за тем люди научились плавить меди и отливать из нее простые изделия. И хотя древнейший известный археологам медная отливка от топор насчитывает почти 6 тысячелетий, надо полагать, что по-настоящему техникой лития человек овладел лишь после того, как прошел курс горячей обработки металла. К этому времени уже во многих местах земного шара добывали медную руду, из нее выплавляли медь. Особой известностью пользовались рудники острова Кипр, которому, как полагают, медь обязана своим латинским названием Купрум. Русское же слово «медь», по мнению некоторых ученых, производит от слова «смида». Так племена, населявшие когда-то европейскую часть территории нашей страны, называли «всякий металл». Упоминания о меди можно встретить в самых ранних литературных источниках. Гомер описывает в Илиаде, как античный бог-труженик Гефест, кузнец по профессии, выковывает из меди победный щит героя Троянской войны Ахиллу. Сам он в огонь распыхавшийся медь некрушимую ввергнул. Согласно древнегреческим мифам, титан Прометей, похитивший у богов огонь и передавший их людям по приказу Зевса, был прикован к скале медной цепью. Медь древности была известна не только на небесах, но и на грешной земле. Причем порой к этому металлу отводилась довольно-таки необычная для него и его времени роль. В 30-х годах нашего века, при раскопках под Багдадом, немецкие археологи нашли странный глиняный сосуд, внутри которого находился медный пустотелый цилиндр, сильно окислившийся массой и внутри железным стержнем. Исследователи, изучившие багдадскую находку, пришли к смелому выводу. Это прибор, в который древний араб заливал ешелочной раствор, служил источником электрического тока и использовался древними ювелирами для электрооптического золочения металлических изделий. Вся эта версия могла бы быть правильна. И если она правильна, то значит первый гальванический элемент создали электротехники двуречия за 2000 лет до опыта у Гальвании и Вольта. По мнению ученивших египтологов, во втором тысячелетии до н.э. металлургия меди достигла в Египте солидных масштабов. В стране в то время действительно действовало не менее 1000 медиплавильных печей. Однако затем, как свидетельствуют многочисленные исторические документы, производство этого металла резко сократилось. Неужели египтяне перестали нуждаться в меде? Недавно эту загадку удалось решить. Археологические раскопки показали, что древнеегипетская медная промышленность пострадала от энергетического кризиса, охватившего в те далекие времена регион. Используемые в качестве топлива для меди плавильных печей пальмы и белой акации, росшей по берегам вдалеке Данила, были полностью вырублены и сожжены. Потеря оказалась невосполнимой, и выплавка меди сошла на нет. Медь несла заметный вклад в развитие материальной культуры, но еще более важную роль суждено было сыграть в плаву меди с уловом бронзе. Этот замечательный сплав обладает рядом преимуществом, перед чистой медью. Большей твердостью и прочностью, упругостью, остротой лезвия, медь подвержен коррозию, лучше заполняет литейную форму. Вслед за недолгой эпохой медиа на нашей планете воцарился бронзовый век. Человек познакомился с бронзой, по-видимому, в четвертом тысячелетии до нашей эры. Именно так датируют ученые самые ранние бронзовые орудия, найденные в Иране, Турции и Месопотамии. Однако свое название бронза получила значительно позже. Один из древнейших морских портов Италии – Бриндзе. или, как его нынче называют, Бриндзе – в античные времена был конечным пунктом опиевой дороги, по которой в порт поступала добываемая в стране медь различных месторождений. Отсюда начинался путь этого металла во многих государствах. Но медь редко была чистой. Как правило, металл представлял собой сплав меди с оловом. Он мог получаться естественным путем в процессе плавки, поскольку в тех месторождениях, откуда была родом медь, ей сопутствовало олово. Кроме того, в порт постоянно заходили греческие суда, привозившие олово с британских островов. Вполне вероятно, здешние металлурги подметили, что сплавы этих двух металлов, пути которых пересекались в этом порту, обладают хорошими свойствами и освоили его массовое производство. Вскоре сплав медиа повсюду стал именоваться бронзой. Любопытное изображение технологического процесса изготовления отливок из бронза обнаружено в египетской гробнице, относящейся к середине второго тысячелетия до нашей эры. Трое рабочих должно быть рабов, поскольку за ними наблюдают над смотришь их с палкой, подносят металл к горну, где происходит плавление. Видны плавильные тиглы, кусочки древесного угля, корзина, в которой он доставлен в литейный цех. Двое рабочих, обслуживающих мехи, и третий с кочергой разводят и поддерживают огонь в горне. При помощи прутьев двое рабочих извлекают тигель с расплавленной бронзой из горна и переносят к литейной форме. Здесь ведется разливка. Древний художник сопроводил рисунки текстом, иероглифы поясняют, что изображена отливка больших бронзовых дверей для храма, причем металл по указанию фараона доставлен из Сирии. С давних пор бронза пришлась по душе воятелям. Время сохранило для нас великолепные бронзовые скульптуры, пророжденные много веков назад. Марк Аврелий, дискобол, спящий сатир и другие. Некоторые статуи из бронзы отличаются гигантскими размерами. В начале III века до н.э. был создан, например, колосс Радоски, достопримечательность древнего порта на острове Родос в Игейском море. Эта 32-метровая статуя бога Солнца Гелиуса, возвышавшаяся у входа в гавань, считалась одним из чудес света. К сожалению, грандиозное творение скульптора Харреса присутствовало лишь немного более полувека. Землетрясение разрушило статую, она была продана сирицам, как металлолом. Искусственными мастерами в области бронзового лития были японцы. Огромная фигура Будды в храме Тодайзи, созданная в VIII веке, весит более 400 тонн. Чтобы отлить такую уникальную статую, требовалось поистине выдающееся мастерство и высокий уровень литийного дела. И в более поздние времена мети бронза продолжали верно служить искусствоваянием. Помните хотя бы знаменитого медного ссадника «Бессмертное творение» французского скульптора XVIII века Экена Морриса Фальконе. При входе в Нью-Йоркскую гавань высится 46-метровая статуя Свободы, созданная в конце прошлого столетия другим французским скульптором Фредериком Айгюстом Бертольде. Для ее сооружения потребовалось 225 тонн листовой меди. В раннем возрасте бронза проявила недюжинные музыкальные способности и навек связала себя с колокольным звоном. Из каких только металлов и сплавов не пробовали люди отливать колокола. Из стали, чугуна, латуни, алюминия и даже из золота и серебра. Но ни один из них не мог конкурировать с бронзой по силе и продолжительности звучания. До наших дней дошли множество старинных бронзовых куполов и колоколов. От маленьких бубенчиков до набатных исполинов. Колокольным звоном, тревожным и радостным, праздничным и печальным на протяжении столетий сопровождались важнейшие события нашей истории. У некоторых народов в колоколах сложены волнующие легенды. Так, в Корее еще в VIII веке был отлит огромный 48-тонный колокол, звук которого необычайно красил. По преданию, дочь мастера, чтобы избавить отца от многочисленных неудач, бросилась в расплавленный металл и в нем застыл ее предсмертный крик. Но обычно мастера-алитийщики обходились без таких жертв. Меняя состав бронзы и размеры отливки, они создавали удивительные стозвонные колокола, звучавшие в одни торжеств и беднародных. Наряду с бронзой человеку с давних времен известен и другой замечательный медный сплав это латунь. Сделаем маленькую паузу. Вот и говорилось, что бронзовые изделия позволяют форму залить и форму сделать необыкновенно тонкой и изящной. Вот вам, пожалуйста, две бронзовые уточки. Они, конечно, небольшие, но лишнее подтверждение тому, что бронза принимает практически любую форму и любой тонкости изображения на бронзе получается достаточно изящно. Вот у уточек, видно, каждая перышко, вот они держат во рту цветы. В общем, это изящная штучка. Лишнее подтверждение тому, что бронзовые изделия, мало того, что красивые, кстати, замечу, вам не окисляются так беспожно, как это делала бы просто медь. Ну что ж, продолжим. У латуни тоже она представляет собой сплав, только здесь в роли союзника Амидии выступает цинк. Упоминание об этом сплаве оставили еще и египетские жрецы, которые, видимо, были первыми в истории науки алхимиками. В рукописях, найденных при раскопках одной из гробниц Фивок, содержали секреты о получении золота из меди. Как утверждали авторы этого священного химического монографического труда, стоило лишь добавить к меди цинк, и она тут же превращалась в золото. По внешнему виду латунь действительно напоминает золото. Правду такого золота один недостаток. На его поверхности появляются зеленоватые язвы и сыпь. В отличие от золота, латунь не могла сопротивляться вредному воздействию кислорода. Чтобы устранить это, мягко говоря, металлическое заболевание, по мнению жрецов, требовалась усердная молитва и сильнодействующие заклинания. Впрочем, латуни это вряд ли могло помочь. Разнообразное применение находилось в старинной соединениях меди. Произведя анализы древних фресок, химики обнаружили в них уксусно-кислую медь. Она служила ярко-зеленой краской, называемой ярмедянкой. Рецепт приготовления ее в Древней Руси был несложен. Возьми сыр козий да меду пресного, да положи в медный сосуд и наклади туда меди и покрой медью. Запечатай крышку тестом, поставь печь на две недели и все дела. Неизвестно, как изготовляли ярмедянку древние римляне, но такая краска найдена в настенной живописи терм в бане римского императора Тита. Во фресках античного города Помпея, погребенного под слоем лавы и пепла при извержении Везувия около двух тысяч лет назад. Среди товаров, которыми торговали в те времена, Александрийские купцы, большим спросом пользовалась парфюмерная краска медь зеленая. С ее помощью модницы наводили глаза в виде зеленых теней. Тогда это считалось проявлением тонкого вкуса. Впрочем, история повторяется сегодня. Такой грим снова вошел в моду. Медные рудники, обнаруженные на территории нашей страны, насчитывают несколько тысячелетий. При раскопках в Закавказе, Средней Азии, Сибири, на Алтае археологи находят медные и бронзовые ножи, топоры, наконечники, стрелы, щиты, шлемы, украшения. Многочисленные изделия, созданные задолго до нашей эры. В начале 16 века в Москве давали продукцию такие оборонные предприятия, как пушечная изба и пушечный двор. Деодливали бронзовое оружие и орудия разных калибров. В отливке орудий русские мастера достигли совершенства. Шедевром литейного искусства по сей день считается 40-тонная царь-пушка, отлитая из бронзы аж в 1586 году Андреем Чехомовым. Другой знаменитый памятник техники бронзовый царь-колокол массой более 200 тонн был отлит в 1735 году мастером, отцом и сыном, моторинами и предназначался для колокола Ивана Великого. Кстати, купол этого памятника архитектуры 16 века покрыт позолоченными листами из чистой меди. Медными листами отделана и южная дверь Успенского собора главного храма Древней Руси. Испытывая недостаток в меде, Россия вынуждена была постоянно вести поиски новых месторождений. В середине 17 века для сыску медной руды в Оланецкий уезд был направлен купец Семен Гаврилов. Поездка оказалась удачной. Руда действительно нашлась. Сохранился датированный 1673 годом документ, согласно которому Оланецкий воевода должен был очистить дорогу от рудника до завода длиной полторы версты. Несколько раньше, в 1652 году, Казанский воеводу сообщил царю, что медной руды сыскано много и заводы готовы к медному делу. И все же меди не хватало. Особенно острый дефицит меди сказался во время войны со шведами. Любопытно, что на протяжении всей войны Россия покупала медь и железо той же самой Швеции, с которой воевала. В бою под Нарвой в 1700 году русские войска потерпели тяжелое поражение. Петр I, понимая необходимость создания мощной артиллерии, наряду с увеличением выплавки меди, принимает решение о реквизиции церквей, бронзовых колоколов и других изделий. Несмотря на возражения церковников, Петр I пускает всю бронзу на военные цели. Полтавский бой подтвердил мудрость Петра. Шведские войска, располагавшиеся на горе и имевшие лишь несколько орудий, были сокрушены огнем десятков русских бронзовых пушек. Разгром шведов имел важнейшее значение для последующего развития русской экономикой. После победы над Полтавой Петр I производит еще одну реформу. Развивающаяся внутренняя торговля требовала дешевого денежного материала, способного вытеснить серебро, которое в качестве валютного металла было необходимо для внешней торговли. И снова в ход идут колокола. Теперь их переливают уже не на пушки, а в медную монету. И в последующие годы производство меди в стране продолжает развиваться. Десятки медиполовильных заводов возникают на Урале, на Алтае. В конце 19 века медь выплавляли уже на Кавказе и в Казахстане. К этому же времени относится и возникновение металлургии меди на Крайнем Севере бывшей Енисейской губернии. В 1919 году геолог Урванцев обнаружил на рельсе остатки медиполовильной печи. Выяснилось, что печь была сооружена в 1872 году, причем ее постройке предшествовала довольно интересная история. о том, что на Таймыре есть медные руды, было уже тогда известно, но медиполовильная промышленность не могла развиваться из-за дороговизны строительных материалов, особенно кирпича. И вот в 1863 году купец Куприян Сотников решается на остроумный ход конем. Он просит у Енисейского губернатора позволения построить в селе Дуденко на собственные средства деревянную церковь. Разумеется, губернатор не мог отказать рабу Божьему в его священной просьбе. Купцу было выдано соответствующее разрешение, но фокус заключался в том, что губернаторской канцелярии не было известно, что в Дудинке уже существует церковь, притом каменная. Поэтому, быстро построив деревянную церковь, предприимчивый купец разобрал каменную, а из святых кирпичей соорудил в 1872 году печь для выплавки медиа про бабушку современного гиганта цветной металлургии Норильского комбината, пущенного они задолго до Великой Отечественной войны. К началу XX века значительная часть медной промышленности России находилась в руках иностранных концессий. В 1913 году было произведено лишь 17 тонн рафинированной медиа. Это ни в коем мере не соответствовало потребностям страны. Гражданская война и интервенция от Антанте свели производство медиа фактически к нулю. Многие медные рудники были разрушены или затоплены, заводы замерли и не было ни рабочей силы, ни материалов, ни топлива. В эти дешевые и тяжелые годы напомнил о себе еще один из бывших канцеронеров крупный английский промышленник Лесли Уркварт. Он вызвался помочь в восстановлении богатейшего по тем временам Карабашевского медного рудника, поставив при этом кабальные для нас условия. Ленин ответил ему категорическим отказом, но желание Уркварта погреть руки на русской медиа было слишком велико, зная, как богатые недра нашей земли, он обратился к советскому правительству с новым деловым предложением. Не дадите ли вы мне возможность поковыряться в Киргизской степе около Балхаша и дальше по салон? Раньше, чем через 50, а может быть 100 лет, вы этими местами все равно не займетесь. Но руководители советской промышленности понимали, что такое ковыряние оказалось бы подкопом, под экономикой молодого государства и предпринимателю пришлось расстаться со своими заманчивыми идеями. Народ сам взялся за восстановление промышленности. Для осуществления ленинского плана электрификации страны нужна была медь, много медиа. 5 мая 1922 года дал первую продукцию восстановленный колодинский, ныне Кировоградский медиплавильный завод. Дата пуска этого предприятия можно в полном объеме считать днем рождения советской цветной металлургии. Вскоре дошла очередь и до Балхаша. Уже осенью 1928 года, а не через 50 и не 100 лет, в этот район был направлен поисковый отряд. И вот у подножья горы Бентуата, там где хотел поковыряться известный предприниматель в кавычках, геологам удалось найти медь. Спустя несколько лет здесь было начато строительство медной магнитки Балхашского горно-металлургического комбината. Стройка велась в исключительно тяжелых условиях. Нередко единственным видом транспорта служили коварованы верблюдов, доставлявших грузы за сотни километров. Но энтузиазм людей преодолел все трудности и лишения. В 1938 году была получена первая медь Балхаша. В годы первых пятилеток и послевоенное время были сооружены многие другие медиплавильные предприятия. Сейчас медная промышленность одна из ведущих отраслей цветной металлургии. В каких же областях современной техники применяют медь, один из древнейших металлов, известных человеку? Важнейшее свойство меди и ее отличная электропроводность и теплопроводность. Только один металл обладает еще более высокими показателями в этом вопросе серебро. Но этот металл дорог и не может так широко использоваться в промышленных целях. Вот почему медь по праву называют главным металлом электротехники. Технологи, занятые сегодня обработкой медиа, как и их дальние пещерные предки, ценят этот металл за его высокую пластичность. Из него можно получить тончайшую фольгу в несколько раз тоньше папиросной бумаги. Еще одно ценное свойство меди ее немагнитность. В 1952 году со стопили финского города Турку сошла построена по заказу нашей страны трехмачетовая шкуна заря. Небольшое парусно-моторное судно, предназначаемое для изучения магнитного поля земли. Высокая точность измерений достигается тем, что число магнитных материалов, конструкции и оборудования зари сведено к минимуму. Крепления деревянного корпуса изготовлены из латуни, якоря, якорные цепи, большинство деталей судовых механизмов из бронзы и немагнитных сплавов. Из латуни сделана даже спортивная штанга, с которой упражняются члены экипажа и ученые во время дальних океанических странствий. Медь можно в третьих трансформаторах и автомобильном двигателе, и в телевизоре, и радиоприемнике в сложных электронных устройствах и металлообрабатывающих станках. Из нее изготавливают детали химической аппаратуры, инструмент для работы с древоопасными легковоспламеняющимися веществами, где нельзя применять искрометную сталь. пары медиа главные действующие лица так называемых импульсивных лазеров, на основе которых созданы уникальные лазерные микроскопы. Они позволяют проецировать на экран увеличенное в 15 тысяч раз изображение мельчайших объектов. Медь и ее сплавы имеют солидный стаж работы в строительстве. Число медных сплавов, используемых в разных сферах человеческой деятельности, постоянно растет. Еще несколько десятилетий назад бронзой называли только сплавы меди соловым, а сегодня уже известны алюминиевые, свинцовые, кремнистые и марганцокислые, бериллиевые, кадмиевые, хромистые и цирконевые бронзы. Из алюминиевой бронзы сплав медиа и примерно 5% алюминия в наши дни делают в частности монеты. Впервые на Руси медные монеты были введены с середины 17 века. Это событие в 1662 году привело в Москве к восстанию, вошедшему в историю под названием медного бунта. Непосредственным поводом к восстанию послужила замена серебряных денег медными, что вызвало повышение цен хлеба, салмала и других продуктов. Измученные длительной войной с Польшей и Швецией, испытавшие крайнюю нужду из-за чистых и частых неурожаев и больших налогов, народ не выдержал и восстал. Царь сумел подавить медный бунт и жестоко расправился с восставшими, но медные монеты все же пришлось изъять из обращения. Известны немалые пить этого прозвищ, с которыми императоры, цари, короли и другие монарчи особо вошли в историю. Одним из них повезло, кому-то нелестно, например, остаются в веках и тысячелетиях они великими, красивыми, грозными, а вот английские короли, в частности Генрих Восьмой, правившись в шестнадцатом веке, праве был бы и посетовать на судьбу, он получил от своих поданных прозвания старый медный нос. Причина столь высокой чистя в кавычках заключалась в следующей. При Генрихе в Восьмом расходы два были очень велики. На одних только официальных жен, сменявших друг друга, их у него насчитывалось полдюжины, пошло немало средств, да и воины с Францией, Шотландией потребовали значительных затрат. Все это привело к серьезному расстройству королевских финансов. Любеобильный воинственный монарх нашел оригинальный выход из положения. По его тайному указанию серебряные монеты начали чеканить из меди, лишь слегка покрывая их тоненьким слоем серебра. Но вот беда, всякая монета, находясь долгие годы в обращении, постепенно изнашивалась. Эта участь постигла из Шиллинга Генриха Восьмого, на которых было изображено немало не много а сама персона короля. Поскольку наиболее выдающейся деталью металлического королевского лица на монете был нос, то он и страдал в первую очередь от изнашивания больше, чем другие части тела. Вот почему серебро на кончике носа стиралось, беззастенчиво обнажая медь. Вот почему Генриха Восьмого при жизни начали именовать в народе старым медным носом. Это прозвище до сих пор в ходу у нумизматов. В середине 17 века необычные медные монеты были изготовлены в Швеции. Они представляли собой массивные прямоугольные пластины, весившие около 20 килограммов. Это, мягко говоря, мелочь. попало в руки ученых сравнительно недавно, когда водолазы нашли на дне Балтийского моря остатки средневекового судна, на борту которого оказалось несколько таких монет. Похожие деньги, правда, меньших размеров выпускались в России в 1725 году в обращение вошли медные рубли в виде квадратных пластин массой 1,6 килограмма. Вместе с рублями были выпущены более мелкие квадратные монеты, полтинные, полуполтинные, гривны, пятаки и копейки. Пользоваться тяжелыми квадратными монетами оказалось не очень удобно, и выпуск их пришлось прекратить. В наши дни эти уникальные деньги ценятся у нумизматов, куда дороже, чем на вес золота. Иногда же медные монеты, как ни парадоксально, оказываются намного дороже золотых. В Лондоне как-то с аукциона была продана маленькая бемедная монетка достоинства всего в один пение. Но присутствующие в зале знали, что этому потускневшему кружочку металла отнюдь не грош цена. В 1933 году монетный двор Англии отчеканил всего шесть таких монет. Причем пять из них хранятся в английском казначействе в Британском национальном музее, а шестая оставалась эти годы в частных коллекциях. Новому обладателю пришлось выложить на аукционе кругленькую сумму 2600 пунктов стерлингов. Это более чем полмиллиона раз превышает номинальную стоимость монеты. В природе довольно много медных минералов. Пожалуй, самый красивый из них малахит. Крупные залежи этого чудесного зеленого камня с неповторимыми узорами таит в себе недра Седого Урала. А в 1835 году здесь была найдена глыба, висевшая 250 тонн. Золотые руки уральских мастеров каменорезов превращали малахит в изделие сказочной красоты. Шкатулки, вазы, столы, колонны. В малахитовом зале Ленинградского Эрмитажа можно увидеть огромные вазы из этого камня самоцвета. Богатые месторождения медных руд имеются в Африке, в Замбии и Заире. Любопытная история их открытия. В начале нашего века местные жители, охотясь на саблероги хантилоп Рон ранил одну из них и стал преследовать ее, пока она не пала замертво на вершине скалы. Подойдя ближе, охотник увидел на скале изумрудно-зеленые прожилки. Отбитый камень он показал геологам, эти установили, что природа спрятала здесь немалую часть своих медных кладов. Территория, на которой они находятся, получила название «Медоносный поезд». А месторождение в Замбии, где впервые найдена медь, с тех пор и именуется «Рон антилоп» или «Меденосный поезд». В честь меди в холле международного аэропорта замбийской столицы Лусаки установлен памятник, многотонный зеленым налетом глыба медной руды. Такова своеобразная визитная карточка этого молодого африканского государства, а четырехгранный купол столичного здания, где располагается национальное собрание Замбии, облицовано огромными медными плитами, символизирующими природные богатства страны и фундаменты ее экономики. Безинтересно отметить, что именно в замбийских меднародных карьерах ученые обнаружили древнейшие на Земле следы жизни. В гордых породах насчитывающих миллиард лет сохранились микрогалереи, проделанные многоклеточными организмами, которые примерно на 300 миллионов лет старше своих самых дорогих и пожилых представителей земной пауны, известных науке. В отличие от Замбии, где меднодобывающая промышленность возникла лишь в нашем веке, на территории Швеции медные рудники действовали еще во времена викингов тысячу лет назад. Музей города Фолуна, славившийся когда-то добычей медь, посетители невольно обращают внимание на довольно странный экспонат. Огромную шляпу из этого металла. В далекие времена здесь жил шляпных делмастер, видимо знавший толк в рекламе. Он-то и заказал медянщикам цилиндр метровой высоты и написал на нем изготовление шляп во дворе. Выставил его для всеобщего обозрения и привлечения клиентов. Теперь надрайенный до огненно красного блеска оригинальный головной убор занял в музее почетное место среди предметов старины. Есть мети в другой стране на севере Европы Финляндия. Одно из недавних открытых здесь месторождений названо по имени ее первооткрывателя овчарки овчарки лари обученной профессии геолога. В сообщении о денежной премии положенной за открытие собака как и следовало ожидать отнеслась весьма сдержанно зато оживили сосисок которым была она увенчана доставила истинную радость. Последнее время все более прочным становится союз геологии и ботаники так называемая индикационная геоботаника. Еще Бажов воспевавший в своих замечательных сказах каменные сокровища Урала писал о волшебных цветах и травах открывающих людям кладовые золото железа и медиа. Корни многих растений уходя вглубь земли вытягивают из нее словно насосы растворы минеральных солей. Если поблизости залегают руды какого-нибудь металла содержание его в корнях стеблях и листьях оказывается выше нормы. При этом у каждого растения есть свой лак мое блюдо. Кукуруза и жимолость неравнодушны к золоту, фиалки предпочитают цинк, полынь по вкусу марганец, сосна питает слабость к бериллию. Повышенное содержание в растении того или иного элемента служит сигналом для геологических поисков, которые довольно часто завершаются открытием месторождений. Так, с помощью зеленых друзей, найденные на залеже медиа в Узбекистане и на Алтае. Большой видится на расстоянии, сказал поэт, с ним должны быть полностью согласны геологи, которые, чтобы лучше рассмотреть Землю, пользуются в наши дни космической фотосъемкой. Находящейся на искусственном спутнике или орбитальной научной станции аппарат с помощью фотоглаза внимательно изучает земную поверхность. Работающая с ним в дуэте электронная вычислительная машина, в память которой заложены геологические пейзажи, подсказывает, на что следует обратить особое внимание. Так открываются новые залежи новых веществ. По железным и автомобильным дорогам, рекам, озерам, морям и океанам ежегодно перевозятся с мест добычи к металлургическим предприятиям миллионы тонн медной руды. Как ни странно, это вполне безобидный груз, порой неожиданно оказывается источником серьезной опасности. Так сравнительно недавно медная руда стала виновником аварии, которую потерпела норвежское грузовое судно Анатино. Трюмы теплохода, направлявшиеся к берегам Японии, были заполнены медным концентратом. Внезапно прозвучал сигнал тревоги, судно дало течь. Оказалось, что коварную штуку с моряками сыграл их груз. Медь, содержащаяся в концентрате, образовала с остальным корпусом Анатино неплохую гальваническую пару, а испарения морской воды послужили электролитом. Возникший гальванический ток тут же разъел обшивку судна до такой степени, что в ней появились пробоины, куда их вынула океаническая вода. Представляет интерес еще одна сторона деятельности медиа, но уже не как металла. Она принадлежит к числу так называемых биоэлементов, необходимых для нормального развития растений и животных. В ее обязанности входит ускорение химических процессов, протекающих внутри клеток. При отсутствии или недостатке медиа в растительных тканях уменьшается содержание хлорофила, листья желтеют, растение перестает плодоносить и может погибнуть. Не случайно медный купорос так широко применяется в сельском хозяйстве. Из представителей животного мира наибольшее количество меди содержат осьминоги, каракатицы, устрицы и некоторые другие моллюски. В крови ракообразных головоногих медь, находящаяся в составе дыхательного пигмента, играет ту же роль, что и железо в крови других животных. Соединяется с кислородом воздуха. Это вещество синеет, поэтому у улиток и происходит процесс так называем создания голубой крови. У животных, стоящих на более высоком ступени развития и у человека медь содержится главным образом в печени. При недостаточном поступлении меди с пищей у человека развивается малокровие и появляется слабость. Должно быть поэтому многие народы приписывают меди целебные свойства. Непальцы, например, считают меди священным металлом, который способствует сосредоточению мыслей, улучшению пищеварения и лечи желудочно-кишечные заболевания. Больным дают пить воду из стакана, в котором лежит несколько медных монет. Один из самых больших и красивых непальских храмов носит название медный. Польские ученые установили, что в тех водоемах, где присутствует медь, карпы отличаются особо крупными габаритами. В прудах или озерах, где меди нет, быстро развивается грибок, который поражает карпов. Если карпы неравнодушны к меди, то более солидные отбитатели подводного мира акулы терпеть не могут этот элемент, точнее его соединение с серой или сульфат меди. Широкые эксперименты проверки этого антиакульевого препарата были проведены в США в начале Второй мировой войны, когда торпед и бомб тонуло немало кораблей. Нужда в надежном средстве защиты от акул была особенно высока. В решении этой проблемы приняли участие многие ученые и охотники на акул. Кстати, не остался в стороне Эрнест Хемингуэй. Он показал места, где сам не раз охотился на морских хищниц. Успех экспериментов превзошел все ожидания. Акулы с жадностью хватали приманки без сульфатомидия и за версту обходили контрольные приманки с препаратом. В действительности антиакулина поначалу усомнились все и считали его исключительно фантазийным и недейственным. Для наших акул австралийские хихищницы считаются самыми кровожадными и иронизировали некоторые. Это вроде порошка от головной боли. Он послужит лишь острой приправой к жаркому. Однако, когда в знаменитом Акульем заливе у западного побережья Австралии препарат все-таки был испробован, его эффективность вынуждены были признать даже отъявленные скептики. Так что, дорогие мои друзья, на этой ноте мы наконец-то закончим изучать нашу медь и, как вы видите, история этого металла с таких древних времен идет к нам, что трудно даже себе представить самое зарождение человечества, как оно жило и что оно делало, а медь уже была, она была и есть по сей день. Так что, вот такие интересные у нас с вами были рассказы, еле я их осиливала, длинные, но очень интересные вещи мы с вами зачитали. Пути благосклонны к моим осечкам, я читаю в очках, к сожалению, у меня зрение, мягко говоря, уже подмочено, но я очень старалась. А с вами была Елена.